Читальные залы Библиотеки Подмосковья выходят на просторы парков, жилых дворов, раскладывают литературу, предлагают жителям, отдыхающим, одним словом, читать, наверное, умным стать. Анастасия Волыкова умна не по годам. С тех пор, как научилась читать, делает это постоянно. Этот парк – любимое место для прогулок. Очень рада, что теперь здесь можно получить и духовную пищу. Говорит, именно к бумажным книгам особое отношение. Больше люблю бумажные книги, потому что это и безопаснее для зрения. И, знаешь, бумажные книги – это совсем другое, не то что электронные. Вот я держу бумажную книгу, перелистываю, и то, что сама перенесла, осознание этого чудесное. Настя не пропускает занятий в литературном кружке, обожает фантастику, активно пробует себя в литературном творчестве. Сама пишет прозу и стихи. Я не люблю стихов о войне. Я мир желаю на этой земле. Я света хотела на нашей планете, чтобы смеялись, были счастливы дети. Счастливые улыбки, танцы и много музыки. На праздники ребята приняли участие в литературной викторине и творческом мастер-классе от профессионального художника. Смастерили оригинальную закладку из цветной бумаги, получили подарки. Узнали, как можно пользоваться книгами в парках и что такое книгообмен или буккроссинг. Буккроссинг – это мероприятие, на котором каждый читатель наших библиотек, посетитель наших библиотек может взять книгу не из нашего читального фонда, не из нашего книжного фонда, а принести книги, которые, возможно, стали ему ненужными. И также взять книги, которые могут ему пригодиться, которые стали ненужными, допустим, для посетителей других наших библиотек. Расположиться на лавочке, взяв с собой любимую книгу и насладиться чтением на свежем воздухе может каждый желающий. Пока погода радует теплыми днями, каждую субботу в парках Одинцовского округа будут работать летние читальные залы. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.